День стол В Барнауле уже второй театр открыл новый сезон. Как будут возмещать убытки из-за пандемии? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И снова рост. За последние сутки плюс 79 заболевших коронавирусом, 7 смертельных случаев. Всего в крае сейчас 13 217 инфицированных, тяжело больных и подключенных КВЛ 145 и 71 соответственно. Больше десятка районов после некоторого затишья вновь отмечаются на карте распространения вируса. На самоизоляции и под медицинским наблюдением на сегодня находится почти 3000 человек. А общее число тех, кто прошел обследование на коронавирус – 457 тысяч жителей. Московские аптеки ждут лекарства со дня на день. Жители столицы первыми в России смогут купить таблетки от COVID-19. Появление нового противовирусного прошло бы незамеченным, если бы не пандемия. Одни называют его доступным чудом, другие – полны скепсиса. Препарат сделан в Японии. В мае его зарегистрировали в России как лекарство от коронавируса под названиями ариплевир и коронавир. Московские аптеки ждут со дня на день. Жители столицы первыми в России смогут сами купить таблетки от COVID-19. Появление нового противовирусного прошло бы незамеченным, если бы не пандемия. Одни называют его доступным чудом, другие – полны скепсиса. Фавипиравир – вот его название. Препарат из Японии, одобренный там для лечения гриппа, устойчивого к другим противовирусным. В мае его зарегистрировали в России как лекарство от коронавируса под названиями ариплевир и коронавир. В методичке по коронавирусу пишут о результатах клинических испытаний в России. Пациентов разделили на две группы. Первая принимала фавипиравир, вторая – нет. В итоге в первой группе вирус начинал умирать на два дня быстрее, чем во второй группе испытуемых. В списке возможных назначения средств для лечения COVID-19 фавипиравир на первом месте. Но комментарий экспертов направлен он на минимизацию рисков развития осложнений из-за коронавируса. Этот препарат только отпускается по рецепту врача. Нет, в Барнауле лекарства еще не продают. Его даже нет в наличии. Закажут по рецепту, привезут на следующий день. Все, что знают провизоры, с этими таблетками поправляются за четыре дня. В два раза быстрее. По составу я его не нашла. В интернете ничего сведений. Нет, действующее вещество мы знаем, но нам оно еще не знакомо. Человек, заболевший коронавирусом, должен его пронять в течение первых 24 часов. А как ты узнаешь, что ты заболел именно в течение вот этих 24 часов? Потому что, судя по тому, как делаются тесты, вот эти ПЦР-мазки, от суток до трех суток они делаются. Светлана надеется скорее на вакцину. Ждет ее массового появления. Таблетки вариант крайний. И из-за таких условий, из-за полной таинственности. Все, что известно, в пачке 40 таблеток по 200 миллиграммов. Цена здоровья 12 тысяч рублей. Мне кажется, неподъемная сумма. Ну, мы, например, не сможем купить. Я надеюсь, что у нас у государства будут какие-то субсидии, льготные подписки и все прочее. Поэтому детям, школьникам, пенсионерам. Вопрос доступности беспокоит и краевых депутатов. Риск заразиться через несколько рукопожатий для них сейчас особенно актуален. Александр Молотов уже публично заявил, что выступает за государственную монополию на это лекарство и продажу его по цене парацетамола. Включить это лекарство в перечень жизненно необходимых лекарств, попросить производителей поделиться рецептурой, то есть, собственно говоря, с государством, чтобы государство само производило эти лекарства и продавало их по адекватной стоимости. И решать этот вопрос, уверен Молотов, нужно сейчас. Ждать пару лет естественного снижения стоимости жизненно дорого. Впрочем, обращением на имя президента несколько дней. А по информации директора одной из московских аптек, для получения прибыли с такого редкого и дорогого лекарства им придется заложить в стоимость свой процент. И называют цену в 15 тысяч рублей за упаковку. Политика алтайских аптек пока неизвестна. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком. Бывшего замминистра здравоохранения края Елену Кравец признали виновной в получении взятки. Приговор суда, штраф в размере 4,5 миллиона рублей и запрет в течение пяти лет занимать государственную должность. Напомним, в обязанности Кравец входило проведение госзакупок и обеспечение населения лекарствами. По данным следствия, за три года экс-чиновница получила больше 2 миллионов рублей взятками. Брала и бартером. На упомянутую сумму отремонтировала квартиру, установила технику посредством заключения контракта с юридическим лицом, нарушая конкурсные процедуры. Возможно, такой мягкий приговор она получила за помощь следствию. Есть версия, что Кравец проходила по делу своей экс-начальницы, бывшего зампреда правительства Ирины Долговой. Добавим, что последняя сейчас находится в СИЗО. Ее адвокат уже заявил, что намерен оспорить арест подзащитной. Обвиняют Долгову в оплате дорогостоящего лекарства для своего знакомого за счет регионального бюджета. А между тем, жители Рубцовска, страдающие почечной недостаточностью, больше двух недель не могут получить в аптеках льготный препарат. Лекарство является жизненно важным, а стоимость месячного курса доходит до 10 тысяч рублей. Граждане обратились за помощью к народным избранникам, а те, в свою очередь, выяснили, что препарат не могут получить льготники всего региона, а это сотни человек. Оказалось, у Министерства здравоохранения не получилось вовремя заключить контракт на поставку зарубежного препарата. С мая этого года три раза проходил аукцион, но ни разу никто не заявился. Скорее всего, та цена, которую Минздрав мог вообще предложить поставщикам, она является ниже рыночной, и поэтому поставщики не соглашались на такие условия. Но в сентябре, 11 сентября, контракт все-таки подписан, и пациентам больниц Алтайского края в ближайшее время препарат должны будут предоставить. В Минздраве сейчас ожидают поставку. После лекарства поступят в аптеки края. Точной даты в ведомстве пока не называют. Поэтому людям с почечной недостаточностью остается покупать дорогое лекарство за свои деньги или рисковать жизнью. Предприятия малого и среднего бизнеса региона могут получить отсрочку. Речь идет о перечислении взносов в фонд социального страхования. Об этом сегодня сообщили представители Алтайского регионального отделения соцстраха в ходе общения за круглым столом. Фонд перенес сроки перечисления взносов по страхованию от несчастных случаев на производстве. Такую меру предприниматели получают в рамках поддержки в период пандемии. Получается, он эту сумму, которую страхового взноса за март, может заплатить равными частями по 12 месяцев. То есть это, по сути, годовая рассрочка. Поэтому очень такая мера. Причем за этой отсрочкой и рассрочкой в одном флаконе обращаться дополнительно или писать какие-то заявления не нужно. Это происходит автоматически. И к другим темам. Сегодня в Иоанна Богословской церкви простились с семьей, которая погибла в минувшее воскресенье в ДТП. Напомним, трагедия случилась вечером 20 сентября на Павловском тракте. На появившейся в сети записи видно, что автомобиль ехал на высокой скорости. После он столкнулся с Камазом, который стоял на проезжей части и был задействован в дорожных работах. Церемония прощания сегодня была многолюдной. Тела погибших, а это муж, жена и двое детей находились в закрытых гробах. Их похоронят на Новомихайловском кладбище. А по факту ДТП возбудили уголовное дело. Задержан на двое суток водитель, совершивший накануне смертельное ДТП на проспекте Ленина. Об этом нам рассказали в городском ГИБДД. Более того, правоохранители подтвердили, что мужчина был сильно пьян. В его крови обнаружили 0,9 промилле алкоголя. При допустимой дозе в 0,16. Теперь следователи готовят ходатайство в суд о заключении мужчины под стражу. Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция за подобное правонарушение – 12 лет лишения свободы. Напомним, трагедия произошла накануне днем в районе Геомаркета. Водитель, управлявший Тойота Виста, сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм она скончалась на месте. Обвиняемый пытался скрыться, но его задержали свидетели происшествия. В Барнауле жители дома самовольно снесли скейт-площадку. К слову, она была единственной бесплатной в городе. Снесли по инициативе тех, кому мешал шум. Теперь они довольны. Другая часть жителей возмущена, ведь кататься детям негде. Почему за скейтеров могут вступиться полиция и прокуратура, узнаете в сюжете. Ребенок на рампе, а они режут. Барнаульцы в соцсетях возмутились демонтажу единственной в городе бесплатной уличной скейт-площадки. Спилить ее решили жители дома, во дворе которого и стоял аттракцион. Но оказалось, и у них мнения разделились. Ну, ребятишки вообще-то на ней очень хорошо крутились, вертелись на велосипедах. Единственное, может быть, только что ее немножко подремонтировать, чтобы она получше была. А то частенько падали. Ну, так-то, в принципе, ребятишки занимались и весело было. Лично у меня ребятишки здесь тоже пользовались этой площадкой, катались и играли. Вот, поэтому лично я, как бы, не приветствую уборку этой площадки. Они, вы знаете, что тут выделывают? Это ведь тоже можно и голову тут сломать. Здесь туда должен присутствовать взрослый и смотреть за ними, как они пользуются. Да это не будет, там, вов, ну, по 10, по 12 лет детям. Если вот кружок какой-то есть, гимнастики, там у них тренер, хоккей, футбол, тоже тренер. И здесь должен быть какой-то ответственный человек за это быть, понимаешь? С точки зрения безопасности детей. Да. Главная претензия взрослых – это, конечно, шум. У меня жена больная, во-первых. Да тут ноги, и у меня давленки все. И такой грохот стоял, и шум, это невозможно. Это по летам, это изо дня в день. С самого утра до позднего вечера. Они не только катаются, они это и бросают, и камни бросают. Она металлическая была, такой грохот стоит. Некоторые жители все-таки считают, что детям нравилось выполнять здесь свои трюки. И все-таки главный кульбит с помощью этой площадки удалось совершить именно жителям этого дома. Как оказалось, именно они около 8 лет назад были инициаторами создания этой площадки. И основную часть средств выделили им из бюджета города. Теперь сами жители и захотели ее разрушить. Жители рассказали, что решение о демонтаже принимали всем домом. Было собрание в том году, и решили этот вопрос, чтобы убрать. То есть большинством собственников решили убрать? Да, да, да. А в управляющей компании сказали нет. К ним поступали жалобы на скейт-площадку только от одной квартиры. И никакого протокола собрания собственников не видели, а значит, снесли ее незаконно. Сейчас ждем ответа с полиции, какая будет правовая оценка с их стороны. Со своей стороны мы не видели ни протокола, ни каких-то документов. Просто было какое-то устное обращение с председателем многоквартирного дома. Вообще непонятно, на каких основаниях они делали этот демонтаж. То есть деньги-то по сути не собственников, а федерального бюджета или муниципального. В управляющей компании, цитата, спускать вопрос на тормозах не готовы, обратятся еще и в прокуратуру. Противники площадки выступают за то, чтобы ее перенести в Мизюлинскую рощу. А сторонники за то, чтобы ее еще и отремонтировали. Хорошо бы и эти вопросы не спускать на тормозах. Андрей Дреер, Илья Халяпин. День с толком. Вслед за музыкальным театром сезон открывает «Молодежный». Его начнут с новой постановки «Гамлет» на сцене уже завтра. Театры постепенно входят в обычный режим работы, хотя обычным назвать его сложно. Здесь тоже все еще почитывают убытки из-за пандемии. Подробности в материале Софии Яценко. Финальная репетиция перед долгожданной премьерой в «Молодежном». Новый сезон здесь начнут с Шекспира. «Гамлета» театральная труппа готова была представить еще в апреле, но из-за пандемии коронавируса сроки пришлось сдвинуть. Несмотря на систематические сдачи спектакля, премьеру актеры ждут с нетерпением. Есть не то что волнение, есть какая-то скука по зрителю. Соскучились по простым зрителям, непрофессиональным, потому что это абсолютно другое. И с удовольствием ждем встречи. К слову, такого «Гамлета» барнольдские зрители увидят впервые. Режиссер спектакля стала первой, кто решился поставить пьесу в переводе Михаила Морозова, чья интерпретация считается самой точной и прозаичной. «Я думаю, что дело не в костюмах и не в технологиях, дело в прочтении. То есть, когда спектакль убедителен, то он хорош. И тогда он рассчитан на очень широкую аудиторию. И поэтому я думаю, что любые поколения, которые придут на этот спектакль, не будут разочарованы». Планируемой рассадки в шахматном порядке не будет. Согласно распоряжению Роспотребнадзора, главное – обработка посадочных мест и наличие масок. «На входе в театр мы будем проверять температурный режим. Если есть такая температура, если есть, ну, видим, даже, да, так вот, зрительно видим, что есть какие-то недомогания, то с извинениями, с объяснениями, но, к сожалению, мы в театр не сможем такого зрителя пустить. И предложим какой-то вариант по выздоровлению прийти на другой спектакль, или обменять ли билет, или сдать билет – это, в общем-то, на усмотрение зрителя». Кстати, новый театральный сезон для молодежного начнется и с новой техники. К премьере установили звуковое и световое оборудование, а в малом зале появился мультимедийный экран. Однако преуспеть получилось не во всем. В этом году театры понесли значительные финансовые убытки. «Примерно четверть всего бюджета этих организаций составляют те деньги, которые платит зритель, когда покупает билет. И, конечно, ориентировочно с марта по сентябрь эти учреждения недополучили доход, ну, где-то более 45 миллионов». Надежда оправдать потерянное в этом сезоне у театров большая. Подготовлены спектакли, которые смогут заинтересовать барнаульцев разного возраста. Напомним, премьера «Гамлета» состоится уже завтра. София Иценко, Андрей Печоркин. День с толком. 7 тысяч новых книг, электронный увеличитель и гостиная великого поэта. В барнаульском поселке Южный появилась новая библиотека. Так можно сказать, ведь библиотека имени Пушкина после ремонта преобразилась кардинально. Мария Микшута с подробностями. «Книга – это успокоение души, встреча с прошлым, если хочется что-то повернуть. Если я скажу, что моя настольная книга – старуха из Иргиль, надо мной все смеются». Александра Скрипкина в библиотеке «Завсегдаты» говорит, от прошлого здания остались разве что колонна с часами и мраморный пол. Теперь вместо одного общего зала здесь сразу три. Читальны, компьютерное пространство и пушкинская гостиная. Об изменениях в библиотеке работники и читатели мечтали давно, и мечты сбылись, в том числе и благодаря самому Пушкину. «Погладите Пушкина по голове, ваше желание обязательно исполнится. Вот я вам предлагаю. Я считаю, во всех тех проектах и грантах, которые мы участвуем и побеждаем, ну, конечно, здесь не обойтись. Нам помощь всегда Александр Сергеевич Пушкин». Раньше дети и подростки заходили сюда нечасто, теперь надеются, что благодаря масштабным изменениям их станет больше. Появился книжный замок, новые стеллажи, интерактивная комната. Обновили зону для работы и отдыха. А для тех, кто плохо видит, появился электронный увеличитель. «То, что было раньше, были одни возможности. Сейчас время поменялось, поменялись возможности библиотеки. Появилось вот новое пространство молодежное». Самым главным приобретением здесь считают книги. Фонд библиотеки пополнили сразу 7 тысяч новых изданий. «Оставаться наша классическая книга в таком понимании, в котором мы ее привыкли держать, в печатном виде. Поэтому, когда мы воплощали в реальность наш проект, мы учли все пожелания». Кстати, создать библиотеку нового поколения позволили 5 миллионов рублей. Она стала одним из победителей конкурса в рамках нацпроекта «Культура». Еще один призер – Центральная библиотека Новоалтайска. Обновленную ее откроют в конце сентября. «Победителями стали городские библиотеки. То мы стараемся своей программой уравновесить немножко эту ситуацию и поддержать сельские. И в этом году тоже две библиотеки в конце года модернизируют свое пространство, обновятся. И это библиотеки в Бобровке, Первомайского района и в Троицке». Между прочим, уже известно имя призера на 2021 год. По результатам конкурса победу одержала библиотека города Славгорода. Мария Микшута, Алексей Фризин. День с толком. 3-5 не в нашу пользу. Хоккеисты «Динамо Алтай» потерпели первое поражение в сезоне. В матче первенства ВХЛ барнаульцы уступили саратовскому «Кристаллу» с результатом 3-5. Соперники провели между собой уже три матча. Всего команды в этом сезоне отыграют четыре на одной площадке и четыре на другой. Если предыдущие две игры завершились успехом «Динамовцев», то в третьей саратовцы взяли реванш. Четвертая игра состоится сегодня в 9 вечера. Снег и мощный ветер. Завтра на Алтайский край обрушится непогода. Обещают штормовое предупреждение. По данным синоптиков, похолодает на большей части территории региона. Пройдут сильные дожди, ливни, порывы ветра. Местами будут достигать 28 метров в секунду. В период непогоды МЧС рекомендует жителям края держаться подальше от плохо закрепленных конструкций и деревьев. А на этом у меня все. Звоните нам в редакцию по телефону 205-545 через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok